Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Добро пожаловать на видеоурок в шахматной школе Евгения Гриниса. Сегодня я хочу разобрать одну партию, которая была сыграна защитой Грюнфельда. Довольно редким вариантом этой защиты. А главное, что в этой партии можно увидеть такие темы, как слабая пешка, слабые поля, открытые линии и седьмая горизонталь. Вот и вот эта партия показывает, как выигрываются часто партии. Значит, белые обычно имеют преимущество тем, что они начинают первыми игру. И это даёт им уже преимущество. Поэтому, если взять статистику, во всех дебютах белые выигрывают чаще. Чёрным защищаться труднее. Значит, уже первый ход белых. Белые занимают центр, и первыми получают какой-то перевес небольшой. Чёрные различными способами пытаются это в дебюте нейтрализовать. И вот каким образом выигрываются партии. Это когда белые, используя преимущество выступки, пытаются захватить пространство или захватить инициативу. И благодаря этой инициативе достичь того, чтобы чёрные создали какие-то слабости. То есть, белые пытаются поставить свои фигуры на лучшие поля и заставить противника сделать в своей позиции какие-то слабости. После чего начинают пытаться эти слабости использовать. Если им удаётся это сделать, то их преимущество становится больше. И в зависимости от того, какие слабости получаются и какое это преимущество. Значит, если белые достигают большего преимущества, то они потом могут его довести до победы. Вот если вы смотрели мои видео различные, то часто именно такой процесс происходит, что сначала одна сторона получает небольшой перевес. Потом, благодаря каким-то неточностям или вынуждают противника сделать послабление, и этот перевес становится больше. И в результате дальнейшей игры это преимущество становится решающим. то есть, очень большим. Вот так работают и шахматные программы. То есть, в начале они дают, скажем, белым небольшое преимущество, и потом, в случае каких-то неточностей или ошибок, это преимущество может возрастать. И вот в этом смысле та партия, которую я хочу показать, она показательна. Вот это позиционная партия. именно, вот я назвал уже, какие в ней элементы позиционные играли роль, и как эти элементы постепенно привели к выигрышу одной из сторон. Эта партия игралась в очень значительном турнире своего времени. И этот турнир был, вернее, это был командный матч. В 1970 году в Белграде имел место матч, который назвали матчем века. И играла сборная Советского Союза против команды остального мира. И вот на одной из досок за сборную СССР играл Марк Тайманов, а противником на его доске был немецкий гроссмейстер, тогда это было ещё ГДР, Вольфганг Ульман, ведущий гроссмейстер из Германской Демократической Республики того времени. И он был специалистом в защите Грюнфельда. И вот которую он выбрал в защиту Грюнфельда также против Марка Тайманова. Ну, давайте посмотрим, что было в этой партии. Г6, КЦ3, Д5. Этот ход определяет защиту Грюнфельда. Очень острый дебют, ведущий к острым позициям, требующим знания, хорошего знания теории. Потому что какая-то ошибка может привести к плохой позиции за ту или другую сторону. Какое-то даже непонимание идей в каких-то есть вариантах, где просто даже непонимание и приводит, может привести к поражению. Это я говорю по своему опыту. И в этой позиции я буду показывать ответвление от тех вариантов или ходов, которые были в партии. Значит, вот в этой позиции есть такие ходы. Взятие, Cd, Кf3, Сf4 есть ход. Есть более редкий ход именно в этой позиции Фb3. И есть такой ход довольно пассивный e3. Ну и Тайманов выбрал в этой партии довольно редкий вариант. И, видимо, он удивил своего противника, особенно в то время это был редкий ход. Это ход Cg5. Ну, белые, в общем-то, хотят побить на f6 и взять пешку на d5, выиграть пешку. И поэтому чёрные здесь отвечают чаще всего на такой ход вот и в этом варианте. И есть ещё похожие варианты, где белые играют Сg5. Чёрные отвечают К4. Обычно, но в некоторых партиях встречалось Сg7. Хотя после Сg7 возможно взятие на f6 и после взятия cd. То есть, это, в общем, жертва пешки. Сg7 было бы. А Ульман сыграл К4. И в этой позиции встречались ходы такие, как Сf4. Например, конь берёт на c3 bc. И вот шахматная программа оценивает эту позицию как равную уже. Значит, Кe4. Ещё встречались такие ходы. cd. Кажется, что белые отдают слона. Но они играют h4. И у коня нет ходов. То есть, белые заберут коня. Ну, вот в теории, или так играли часто раньше в таких позициях. Кe4. Чтобы конь взял, и ферзь берёт пешку. И на Кc3 ферзь опять, скажем, отвечает. И позиция эта оценивается тоже как равная. Вот видим, что защита Грюнфельда часто быстро приводит к уравнению, к равной позиции. Ну, Тайманов на Кe4 сделал третий ход. Слон h4. И здесь есть у чёрных два хода, в принципе. Один из них взять конём на c3. У чёрных есть разные ходы. Например, взять на c4. И оценка этой позиции равна. Опять быстрое уравнение. Но защита Грюнфельда там надо очень много знать. И за чёрных, и за белых надо знать. Она, мне кажется, такая неприятная защита. Лично, скажем, для меня. Она неприятна, если я играю белыми. Я стараюсь как-то избегать этой позиции. Но, может быть, вот в одной из книг я читал, рекомендовался именно такой вариант за белых. Слон g5. Да, слон g5 с последующим слон h4. Вот этот вариант рекомендовался в специальной книге. И анализировался, и показалось, что не всё так просто. Вот компьютер здесь уже оценивает уже эту позицию как равную. Но всё же... Особенно то, что получилось в этой партии, это очень хорошо для белых. Значит, Ульман здесь не взял на c3, а сделал такой характерный ход для защиты Грюнфельда c5. Очень часто чёрные ставят свои пешки, атакуют центр. Он предоставляет белым возможность побить на e4, но белые этого не делают, потому что тогда пешка бы взяла и мешало бы коню выйти. Потом была бы атака на пешку d4. И надо всегда помнить, что чёрный слон, который выйдет на g7, он будет очень сильно тут по этой диагонали стрелять. В общем, если нам сравнить защиту Грюнфельда и староиндийскую защиту, то в староиндийской защите чёрные позволяют белым захватить пешками центр, чтобы потом его атаковать своими фигурами. Или там, может быть, поставить тоже какую-то пешку в центре типа e5, может быть, c5, то здесь сразу начинается борьба за центр ходом d5. И в своё время, когда, видно, Грюнфельд ввёл эту защиту, это казалось неправильным вообще дебютом. Ну а сейчас так играют уже очень многие. И было сыграно здесь c5. Здесь есть ход у белых, кроме того хода, который сделал Тайманов, есть ход e3, встречался. Но чаще всё-таки белые здесь брали пешку на d5. И теперь чёрные вынуждены побить на c3. И берут пешку. Назад ферзём. Белые играют e3. Вот такой вариант, где нет никаких других отклонений. Вот белые получили вот такую позицию. Вроде бы у них укреплённый центр. Против слона g7 тоже такая стоит. Но это тоже такая позиция, которую трудно играть и за ту, и за другую сторону. Вот в этой позиции встречались ходы слон g7 и Кc6. А Ульман сыграл здесь cd. Вот после cd похоже, что белые получают преимущество. Вот если посмотреть, слон g7. Оценка компьютера позиция равна. Конь c6 тоже позиция равна. После cd он видит у белых некоторое преимущество, небольшое. И именно после того хода, который сделал Тайманов. Значит, Тайманов, видно, заготовил. Может, он ожидал, может быть, хода cd. Может быть, Ульман до этого делал когда-то такой ход. И это было подготовлено к матчу. Матчу века. Тайманов берёт ферзём пешку. Не пешкой, а ферзём. И чёрные должны менять ферзей, потому что у них висит ладья. Ферзь взял и пешка взяла. И вот у белых небольшой перевес, но он заключается в том, что вот этот слон давит неприятно на пешку e7. Вот чёрные не смогут просто так рокировать, потому что им надо решать проблему пешки e7. Белая ладья может 1 стать на b1 и давить на пешку b7 и тем самым затруднять развитие слона c8. Вторая ладья может встать на c1 и давить по линии c, по открытой линии. Пока чёрные ещё не решат проблему рокировки, то белые могут их обогнать. То есть у белых две линии, по которым они могут развивать давление. Хотя небольшое преимущество. Вот оценка этой позиции. Небольшое преимущество у белых. И здесь встречался ход e6. Такой сразу убрать пешку из-под боя. Но этот ход не встречает приветствия со стороны компьютера. Он начинает увеличивать преимущество белых после этого хода. И ход, который сделал Ульман, это конь c6. Ну, конь, во-первых, как-то перегораживает линию cc пока, если ладьи станут. Второй защищает эту пешку на e7, развивает фигуру. И здесь есть у белых два хода, которые встречались. Это ход Кf3 встречался в партиях, развивающийся. И ход, который сделал Тайманов, слон b5. Дальше эта партия включена в теорию дебютов. Начиная с хода слон b5, теория опирается на данную партию. И всё, что в ней было, оно всё за белых и за чёрных до 18-го хода вошло в теорию. То есть, других вариантов нет, кроме этого. Хотя компьютер как-то этот ход не очень одобряет. И видно... Вот он считает, что, например, после a6, я думаю, что Тайманов, скорее всего, побил бы коня после a6, потому что он бы создал слабую пешку чёрным на c6. Правда, белые давали чёрным преимущество двух слонов. Но если им удастся развить давление на эту пешку c6 и не дать ей продвинуться на c5, то слон g7 будет упираться здесь в пешке. И, в общем, наверное, это было бы для белых хорошо. Но вот компьютер считает, что после a6 белым нужно уходить слоном. Вот он не считает, что белым надо отдавать двух слонов. Ульман пошёл здесь в слон d7. То есть он не сделал тот ход, который рекомендует здесь компьютер. Это ход a6. Слон d7. Кf3. Белые стремятся быстрее рокировать и быстрее начать давить на ферзевом фланге по открытым линиям. Слон вышел на g7. Рокировка. Ну и здесь чёрным надо решать вопрос, потому что если они рокируют, то белые могут побить коня и взять пешку на e7. Будет лишняя пешка. И поэтому Ульман посчитал себя вынужденным здесь пойти e6. Вот, ход e6. Вообще, он понимал, я думаю, что такие ходы как e6 ослабляют поля. Это поля d6 и поля f6. Значит, те поля, которые пешка на e7 защищала. Но так как он считал, что ему нужно сделать рокировку, чтобы соединить лади, чтобы можно было противостоять белым по линиям вот этим, то, как говорится, решил выбрать меньший изол. И поэтому пошёл e6. А вот после этого хода компьютер видит у белых уже больше перевес. Уже не решающий, но что у белых лучше. Ладья b1. Во-первых, убирает ладью на всякий случай с диагонали этого слона, потому что... Кто его знает? Может быть, e5 когда-то может последствием. В общем, в любом случае полезно увести ладью с такой диагонали. И второе, конечно, что белые начинают... ладья начинает работать по полуоткрытой линии. Рокировка. И Тайманов начинает манёвр. Ну, можно было поставить ладью на c1, но он сделал даже лучший ход. Он пошёл здесь конь d2. И вот белые хотят использовать как раз слабости, которые появились после того, как пешка стала на e6. То есть, белые хотят пойти на e4 конём. И отсюда он может и на f6 дать шаг. И после размена слонов, если слон побьёт коня, то этот слон будет очень сильный у белых. Он грозит отсюда и на d6 пойти. И даже, может быть, на c5. В общем, очень такой неприятный для чёрных ход, как конь e4 им грозит. Ну и вот в этой позиции чёрные решили пойти... сделать новую слабость как бы в своей позиции и пойти f5. Они взяли это поле e4 под контроль. Но белые, в общем, достигли вот такой угрозой, достигли, что чёрные теперь ослабили пешку e6. Эта пешка стала отсталой. И поэтому она может быть слабой. Ну, может быть, был такой вариант. Пойти здесь h6. Ну, тогда, во-первых, белые могли пойти конём на e4. Ну, может быть, отойти слоном на e2, чтобы сразу нажать на пешку b7. И если конь a5, то тогда конь e4. Это был один из вариантов. Ну, в любом случае, Ульман решил противодействовать ходу коня на c4. Может быть, он хочет теперь пойти пешкой на e5. Потому что если в защите Грюнфельда чёрным это удастся, то уже у них слон, скажем, после взятия, слон начинает как-то работать. Тайманов играет здесь конь b3. И теперь он показывает другую идею. Это конь на c5. С c5 конь будет атаковать и этого слона на d7, и пешку на e6, и пешку на b7. То есть, позиционная угроза. И чёрные решили и этот ход предотвратить ходом пешки b6. Ну, напомню, что чёрными играет один из сильнейших гроссмейстеров того времени, который вошёл в десятку лучших шахматистов зарубежья, которые играли со сборной Советского Союза. То есть, не какой-нибудь слабый шахматист. Ну, вот он начинает делать такие ослабления. Ну, он понимал, что ход b6 ослабляет и коня, то есть, и поле вот этот c6, и поле a6. Не даёт, правда, коню стать на c5. То есть, белые вынуждают потихоньку чёрных делать слабости в своей позиции. И в этой игре мы не увидим никаких комбинационных атак, не увидим особо острых вариантов. Но партия эта поучительно по-своему, каким способом можно без всяких атак и комбинаций всё-таки выигрывать шахматные партии. То есть, надо переигрывать своего противника. Вот Тайманов уже как-то его переиграл тем, что он заставил его сделать слабости. Это ход e6 он его заставил сделать. Потом ход f5 он его заставил сделать. Ход b6 теперь заставил сделать. То есть, вот надо находить вот такими манёврами. А когда вы играете чёрными или просто когда вы вынуждены делать слабости, и вы начинаете понимать, что ваша позиция хуже, а когда ваша позиция хуже, вам не помогут никакие особые комбинации. Вам надо ещё хуже сделать равной игрой. Это можно кропотливой какой-то игрой достичь. А не так, что просто вы там шапками начнёте кидать на своего соперника, у которого лучшая позиция. Это в шахматах редко встречается, несмотря на то, что вы... Может быть, это встречается в блице по три минуты. Но в серьёзных партиях редко. У белых сейчас лучше, и чёрным надо что-то делать, чтобы хотя бы устоять, чтобы свести партию теперь в ничью. О выигрыше пока что говорить им нечего. Ладья c1 нападает на коня и захватывает открытую линию c. Чёрные коня защитили ладьёй, но теперь следует использование слабости, которая получилась после хода b6. Слон a6. Атаковано ладья. И вот нельзя, конечно, сделать такой ход, как ладья c7. Это, во-первых, только поставит свою же ладью под связку, потому что вторая ладья не может сюда пойти. Надо считаться сходом слон g3. Может быть, это уже сейчас выиграет... Скорее всего, это уже выиграет материал. Например, ладья c7, слон g3. Либо белые выиграют тут или качество, или ладью, я не знаю. Или чёрные должны пойти e5. А после e5 белые могут пойти даже пешкой d5 вперёд, и конь не может отойти. Вот можно одним ходом уже проиграть партию. Когда вы находитесь в худшей позиции, то вы скорее можете допустить ошибку. И здесь Ульман ушёл ладьёй на e8. И вот я говорил, что это всё был теоретический вариант, и он заканчивается после хода ладья на e8. Это конец теоретического варианта. Оценка этой позиции компьютером преимущества у белых. Ну, надо теперь так белым играть, чтобы по возможности, во-первых, это преимущество не расплескать, как минимум стараться его удержать или как-то его увеличить. Тайманов играет b7. Атакуется конь, и он должен уйти. Конь d8. Вот в этой позиции, например, компьютер считает самым сильным ходом за белых слон f3. Считает, что после этого у белых сохраняется преимущество с угрозой пойти ладья c7. Тайманов пошёл сразу ладья c7. То есть возникла такая возможность у него, и он сразу ставит ладью на седьмую горизонталь. Как мы знаем, и вы должны это знать, что после захвата открытой линии, вот сейчас, когда нет противостояния здесь противника на открытой линии, то следующая цель это захватить седьмую горизонталь. Вот эта партия учит нас, что надо делать. Ладья c7. Хотя по компьютеру слон f3 был сильнее, потому что он считает, что если чёрным надо было бы здесь взять слона, и ладья берёт. Белые выиграют... Или белые могут слона взять. Он считает, что надо брать слона даже. Но белые могут взять коня, и тогда вообще должна потеряться пешка, потому что слон будет висеть, и пешка потеряется. Ну вот компьютер, видно, ценит преимущество двух слонов, и считает, что можно и пешку отдать. И что в случае Kb7 у белых их преимущество будет меньше, несмотря на то, что они выиграют пешку, наверное. Но Ульман так не посчитал. И сыграл здесь ладья f7. То есть он не хотел сразу отдавать материал и решил посопротивляться. Как это в каком-то фильме там что-то такое, я помню, было. Он говорит, как вас... Вы хотите сразу умереть или помучаться? Вопрос был задан. Ну и вот тот, кому задал вопрос, он говорит, конечно, лучше помучаться. Вот здесь Ульман решил помучаться. Слон a6. Теперь у белых снова преимущество. Ладья уже на седьмой линии. Атакуется пока пешка на a7. Надо... Но чёрные поставили ладью, чтобы теперь уйти слоном. Вот они играют слон a4, пытаясь разменять ладью на c7. Белые подкрепляют ладью второй ладьёй. Поэтому брать на c7 смысла не имеет. Ну и чёрные стоят хуже. Они хотя и поставили тут ладью, но тем не менее... Во-первых, есть угроза, наверное, взять на f7 и проникнуть второй ладьёй на c7. Слон f8. Сыграл Ульман. И белые здесь усиливают свою позицию. Они играют ладьёй с c1 на c4. Атакуют слона. А куда ему уходить? Ну, брать... Он может побить коня, но тогда у белых ещё будет и преимущество двух слонов ко всему. И два мощных слона будут работать по диагоналям. Белопольный слон. Там может пойти слон b5. В общем, это был бы плохой выход. Вот. Ну, это хороший ход. Белые сделали. А хуже было им здесь сыграть, например, слон c8. Это был бы ход упускающий почти всё преимущество. Может быть какая-то угроза взять коня и побить на e6. Но тут был такой вариант. Чёрные нападали на ладью слоном. Если сейчас взять коня, то у чёрных... Чёрных выручало то, что они могут взять ладью. И после слона c7 забирают слона c8. И выигранная позиция теперь у чёрных. А если после слона d6 взять на f7, то конь берёт и у белых уже нет преимущества. Вот. Позиция становится равной. То есть в результате такого, скажем, ошибочного хода... Вернее, вот такого хода слон c8. А слон d8 вообще проигрывает. А слон c8 уже является ошибкой выпускающей преимущества. А вот ладья c4 это хороший ход. И чёрные разменялись ладьями. И уступили белым седьмую горизонталь. Теперь ладья тут господствует на седьмой горизонтали. Но чёрные стараются помучаться дальше. Конь на c6. Тайманов делает хороший ход. Слон c4. И этот ход несёт в себе несколько угроз. Ну атакует слабую пешку на e6. Возможно угроза d5. И на взятие слон d5. Слон c6 выигрывает коня. Возможно ещё угроза такая пойти слоном на f6. И подкрепить действие ладьи здесь на седьмой линии. То есть ещё больше зажать противника. И ещё одна угроза это ладья c8 сыграть. Отвлечение. И на ладья берёт на c8. Слон берёт на e6 пешку. И берёт на c8. Но в этой позиции по компьютеру чёрным надо было сопротивляться таким способом. Конь b4. Компьютер очень далеко рассчитывает варианты. И варианты тут не такие уж сложные. Он может их рассчитать на много ходов вперёд. То есть отдать пешку. Но идёт такой ход b5. И слон f1. И чёрный отыгрывает пешку на a2. Но это вот вариант, который компьютер считает лучшими ходами за белых и за чёрных. То есть конь c5. Слон берёт коня. И ладья c8. Ну вот оценка компьютера, что не такое большое преимущество у белых. То есть вот в этом варианте он видит, что чёрные немножко как бы сократили преимущество белых. Хотя у белых сейчас два слона. То есть преимущество двух слонов. Но им надо защищать эту пешку. Надо играть слон e7. Ну и чёрные могут пытаться... Вот конь c3 пойти и пытаться играть на выигрыш этой пешки. Ну позиция сложная. У чёрных образовалась проходная на b5. В общем, этот вариант компьютер считает лучшим в этой позиции за чёрных. Ну а Ульман посчитал лучшим пойти здесь слон g7. Ход, который компьютер считает ошибочным. И не по тому, как здесь сыграл Тайманов. Вот он из общих соображений считает... Вот то, что чёрные не пошли на этот вариант с конь b4. Вот он считает теперь, что после слона g7 у белых много способов сохранить преимущество. Вот у них давление и на пешку ещё... Например, он считает, что... Разные споры. Даже вот f4 полностью блокируя, не давая чёрным возможности пойти e5 и сохраняя давление на пешку e6. f4 даёт преимущество белых. Даже такой ход, как h3, делая форточку тоже. Или слон g3. Вот после этих ходов компьютер считает, что у белых их преимущество даже возрастает. Тайманов сделал здесь ход ладья c8. И, казалось бы, сильный ход. Вот только наш компьютер так не считает. Почему белые выигрывают пешку? Значит, у них лишняя пешка. Но пешки несимметрично находятся. Значит, у белых здесь 5 пешек, у чёрных 3. Белым нужно создать как-то проходную здесь. Или 2 проходных, если получится. Но у чёрных король активный, находится близко к центру. У чёрных 2 слона. Ну, собственно, у белых тоже 2 слона. Тут равный материал. И у чёрных на ферзевом фланге, как очень часто происходит в защите Грюнфельда. Это очень часто. У чёрных образуется количество преимущество в пешках на ферзевом фланге. Две пешки против одной. То есть, у них может быть такая теоретическая возможность создать самим проходную, надвигая пешки. И потом создать проходную пешку на ферзевом фланге, которая может, так сказать, может быть равноценной преимуществу белых, даже лишней пешки. Почему вот здесь компьютер видит, что у белых стало... Белые выиграли пешку, а преимущество их уменьшилось. Стало уже небольшим. То есть, компьютер видит все эти вещи. Видит перевес на ферзевом фланге у чёрных. И поэтому вот он считал, что белым не надо было идти на этот вариант. И действительно реализовать эту пешку лишнюю очень непросто. И это требует, чтобы чёрные теперь ещё какие-то неточности допустили. Конь b4. Хороший ход. Конь c1. Вот конь должен защитить пешку и становится сейчас в более пассивную позицию. Король f7. Король приближается к центру. Слон g3 пошёл Тайманов. И вот ход f8, который сделал Ульман, его компьютер считает неточным. Почему? Трудно сказать. Он считает, что надо было как-то тут слон b5 играть или король e7. В общем, стоять. А вот слон f8, видимо, он видит какие-то конкретные варианты уже где-то вдалеке. Почему этот ход не точность? Слон d7. Ну, в общем, компьютер играл бы эту позицию по-другому из-за белых и за чёрных. Вот здесь он считает, что лучше играть слон b8, атакуя пешки. Ну, гроссмейстеры играли так. Король e6. Значит, чёрные мешают белым начать как-то движение пешки или создавать здесь проходные. А вот теперь Тайманов пошёл слон b8. Но Ульман играет здесь король d7. И плохо здесь белым брать пешку на a7, потому что король c7 нападает на слона и отрезает слона a7. И после слона f3 слон c6. Чёрные играют. И уже у чёрных преимущество из-за того, что белые загнали своего слона сюда. Значит, после взятия конь возьмёт. или если в любом случае чёрный король пойдёт на b7, и уже у чёрных перевес. Значит, после король d7 белые играют слон f3, слон b5, слон d1. В общем, белым надо теперь так играть, чтобы не дать чёрным здесь создать проходную пешку. Это не так просто. a4 пошёл здесь Тайманов. Слон c4. И вот компьютер считает, что тут уже почти равная позиция. Несмотря на то, что у белых лишняя пешка, он считает, что чёрные уравняли игру. g4. Тайманов хочет отвлечь пешку. Если чёрные возьмут на g4, то белые тоже возьмут. У них образуются две проходные пешки. Если чёрные не будут брать на f4, то белые хотят сами здесь побить и создать противнику. т.е. ослабить его пешечное расположение. Вот такая идея хода g4. b5 играет Ульман. И компьютер считает это всё абсолютно правильным. Тайманов взял. И вон пошёл слон e5. Чтобы заранее поставить слона на длинную диагональ. И в случае чего, чтобы он мог уже заранее это поле превращение пешки взять под контроль. Ну и вот теперь Ульман играет Nc6. У него был ещё, может быть, другой вариант. Пойти Nd5. И на взятие взять. После b3, может быть, у белых был минимальный перевес. Или даже позиция была бы равная. Ну и после Кc6, кстати, компьютер считает, что позиция равная теперь. Слон h8 играет Тайманов. Ставит его так, чтобы он далеко был. И конь на него же нападал. Он его убрал в самый угол, где до него чёрные не могут добраться. Но он как-то задумал, что этот слон на этой диагонали ему нужен. Слон А3. Взятие. Ну вот в этой позиции компьютер считает, что Ульман сделал неточность. Ну а может быть... То есть Ульман взял здесь на c1. Но он, видно, считал варианты. И он решил взять этого коня. Хотя и здесь, в принципе, это не так уж было плохо. Но, может быть, лучше было ему побить эту... Здесь на b5. И на Кb3. Кd6. На Cc2. А4. На Кd2. Сb4. Ну и, в общем, это оценка компьютера здесь. Что белым тут до выигрыша партии очень далеко, как бы им самим не проиграть. Так как эта пешка опасна. Ну а плохо было здесь пойти. Ошибка была, если бы чёрные побили на d4. Слон брал. И теперь Cc1. Слон c2, нападая на пешку. b6. Ну и белые эту пешку сейчас блокируют. Так как они заставили этого слона защищать слабую пешку на f5. И тем самым блокируют. Кc6. e4. И если f4, то e5. И у белых перевес их стал больше. В этом варианте они создали себе проходную пешку. У них две проходных. И, ну, висит наш 7. Слон. Король выйдет. И, в общем, их перевес был бы после. Конь берёт на d4, стал бы больше. После Слон берёт на c1. Белые берут, конечно, коня. Король берёт на c6. Шах. Ну и вот здесь снова неточный ход. Сделал ульман. Он пошёл король d5. Возможно, слон b5 было лучше. С2. Нападая на пешку. f4 надо играть. e4. Ну, вот белые в этом варианте достигают того, что они создали две проходных. После d5 шах у них, в случае чего, слон будет защищать поле a1. Чёрные могут здесь пойти f3, чтобы не выпускать короля белых. И вот снова компьютер считает, что равная позиция. Так как король белых, видимо, ему сложно войти в игру. А без короля тоже чёрные играют королём и двумя слонами. Если белые будут играть только двумя слонами, то чёрные будут иметь на одну играющую фигуру больше. Так как король в окончании, я это уже много раз говорил, по силе равен лёгкой фигуре. То есть можно сказать как коню, может быть слону. То есть вот в этой позиции компьютер не видит никакого преимущества у белых. Несмотря на вот эти две связанные проходные пешки и так далее. Аульман сыграл король d5. И вот это, видимо, уже какая-то ошибка, которая даёт белым снова преимущество. С2, нападая на пешку. Король e6. Чёрные не хотят играть f4, чтобы... Ну, теперь уже e4 будет с шахом. И потом можно будет вывести короля, видимо, на g2, на f3. Король e6. Король e6. Король g2. Вот теперь король белых подключается к игре. Пока что чёрные не могут продвинуть пешку. С1, а3. С1, а3. С1, а3. С1, а3. Ну, это окончание также поучительное. Окончание, где и довольно редкое. Где два слона борются с двумя слонами. У слабой стороны есть даже проходная пешка. Также белым надо создать что-то у них на пешку больше. Так сказать, номинально. Но надо это ещё всё реализовать. И вот слон c7. Атакует пешку. Шах. f3. С4 защищает пешку. Король g3. Вот король входит в игру. Угрожает какой-то манёвр. Типа король f4. И потом e4. Вот что чёрные могут здесь сделать. Например, если здесь дать шах. Использовать то, что король пошёл на g3. То после размена король идёт на f4. Атакована пешка слоном также. В случае чего e4 грозит. И в случае чего, если слон, например, пойдёт на e6. То может и король тут... И король может пойти вот сюда за этой пешкой. Выиграть пешку h7. Т.е. шах был бы только к выгоде белых. Ульман пошёл к король f6. Слон e5. Белые дали шах. Король g6. А почему не король g5? Король g5. Всё равно следовало e4. Здесь ход e4. И потом... И две проходных пешки. А король уходил немножко дальше от них. Поэтому король g6. Король f4. Атакуется пешка. Надо защитить её слоном. И вот эта позиция уже, в которой у белых решающее преимущество. Вот постепенно, постепенно Тайманов имел преимущество довольно хорошее. Выиграл пешку. Тем самым его преимущество уменьшилось. Ему, может быть, не стоило сразу выигрывать пешку, а создавать это позиционное давление с преимуществом. После того, как он выиграл пешку, у чёрных появилась контр-игра в связи с тем, что у них образовалась своя пешка. Но они это не использовали. Вот сделали 1-2 неточных хода. И снова дали белым перевес. Слон a4. Блокирует пешку. Теперь вообще не видно, как она может пойти вперёд. Грозит где-то слон e8 шаг. Слон f8 было сыграно. Е4. И две проходных пешки, связанные у белых. Шаг. Для этого чёрные играли слон f8. Король g3. Взятие. И взятие. У белых две чистых проходных. У них одна лишняя пешка. Но так как у чёрных проходная пешка, то у белых две проходных. А вот эти вот пешки h2 и h7. И у белых две проходные, но не две лишних пешки, а одна лишняя пешка. Слон d2. Но уже у белых большое прямое, можно сказать, решающее преимущество. Шаг. Слон отошёл. Слон e8. Шаг. Чтобы короля ещё подальше отодвинуть. И слон f6. Отрезает теперь королевы поля. Вот два слона отрезают его. И белые просто хотят двигать свои пешки. e5, t6, t7 можно двигать. И чёрным надо будет отдать слона за пешку. Вот. И эта позиция у белых выиграна. И в этой позиции Ульман сдался. Вот как мы видим, по этой партии не всегда должна быть матовая атака. Можно выиграть партию за счёт позиционных преимуществ. От небольшого преимущества к большему. Конечно, не обходится без того, чтобы противник сделал какие-то неточности. Но это не такие неточности, которые... Да, потом можно сказать, если особенно с компьютером анализировать, можно было пойти вот так, вот так. Во время партии гроссмейстер делает те ходы, которые он считает лучшими. Если в последующем мы говорим, вот там надо было усилить. Но тогда он не видел. И партия играется, как говорится, в условиях ограниченного времени. Надо принимать решения за определённое время на часах. И человек не может так считать быстро варианты и так далеко, как это делают сейчас компьютеры. А в 1970-ом году, в 1970-ом, не было ещё вообще никаких компьютеров. И люди играли сами. Но вот такая позиционная партия, которая может нас научить тому, что ходы пешек ослабляют поля. Часто никакой ход пешек не остаётся безнаказанным. И надо знать, что каждый ход пешки это какое-то ослабление тех полей, которые она до этого защищала. Особенно если нет другой пешки, которая будет защищать. Вот ход e6 в этой позиции и поле f6, скажем, не защищено другой пешкой, потому что и пешка g прошла на один ход. Поле d6 не защищено, потому что пешка c7 вообще исчезла в предыдущей игре. По крайней мере, её тут нет. И поэтому ход e6 ослабляет эти поля. Ход b6 ослабляет поле a6 и c6. На c6 белые могут давить ладьёй. А на a6, как мы видели в партии, стал слон. И белые поэтому захватили открытую линию. Потому что то поле, с которого ладья противостояла... Вот это надо часто знать. Это часто встречается вообще в шахматах, в партиях. Что или вы сами, или вас могут так придавить ходом. Вот такими манёврами. Сло на 6, когда ваша пешка прошла вперёд. Часто это может с вами произойти, поэтому нужно об этом знать. А если вы сможете так сыграть, то это тоже выгодно. То есть вы захватили линию открытую. Чёрные поставили свою ладью напротив. Но когда у вас есть вот такое поле для слона, то вы сгоняете ладью с открытой линии. И дошло до того, что в этой партии Тайманову удалось поставить свою ладью на 7-ю. В принципе, когда ладья проникает на 7-ю, горизонталь это уже даёт преимущество. Это уже солидное преимущество для той стороны, которая этого достигла. Часто если Каспаров проникал на 7-ю ладьёй, то в дальнейшем это ему давало возможность проводить комбинации жертвы именно с участием такой ладьи. Значит здесь белые захватили. Это в принципе очень считается сильным. То есть вы не просто захватили линию, вы встали на 7-ю горизонталь. Ну, чёрные ещё сопротивлялись. После вот этого хода такого, у белых их преимущество довольно было солидное. Ещё не решающее, но уже хорошее. То есть и ладья на 7-й линии, и слон очень сильный. И после вот такой первой неточности белым надо было сохранять это давление такими разными способами. И конь d2, и потом даже f4 компьютер показывал. Или ход h3. В общем давать, давить на позицию чёрных. А то, что сделал Тайманов, он выиграл пешку. Но вот ему было очень трудно её реализовать. Вот проблема была. Но правда, когда вы играете в командном соревновании, то очень важно даже получить хотя бы какое-то преимущество, которое видно. Вот лишняя пешка. Это способствует тому, что ваши товарищи по команде начинают играть более воодушевлённо. А команда противника, наоборот, более удручённая. Они видят, что на этой доске у них шансов почти нет. И, скорее всего, без пешки их игрок проиграет. И поэтому, значит, даже эти игроки этой команды могут начать допускать ошибки в своих партиях. Может быть, исходя из этого, из того, что это командное соревнование, Тайманов играл именно так. То есть, психологические факторы ещё играли роль в командных соревнованиях. Может быть, в личном было бы немножко иначе. Он бы нашёл какие-то другие продолжения. А для команды он решил, так пусть команда видит, что у меня лишняя пешка, и они будут думать, что всё в порядке на этой доске. Ну, так оно и получилось в конце. То есть, Тайманов эту партию выиграл. Ну что, напоминаю вам, что обращайте внимание на примечания к партии. Используйте там временную ссылку. И вообще, другие ссылки можете также использовать, которые я помещу в примечаниях. А этот видеоурок на этом заканчивается. Всего доброго! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok